В эфире канала Россия итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро, коротко о главном. Воды и без воды в селе Чапаевском. Проблема с водоснабжением. Какие причины и как решать данный вопрос? Воды и без воды в селе Чапаевском. В пиканские столицы заработали фонтаны. Главное – спасение от сновы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил о третьем этапе снятия ограничений в республике. В Карачаево-Черкесии уже месяц наблюдается постепенное снижение больных коронавирусом. И можно с уверенностью говорить не только о положительной динамике, но и о стабилизации ситуации. Снижается количество инфицированных, а число выписанных из госпиталей в сутки намного превышает число госпитализированных. На пике эпидемии мы открывали новые госпитали, а теперь готовим к открытию первый в республике реабилитационный центр для восстановления здоровья переболевших коронавирусной инфекцией, отметил глава региона. Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений. Это значит, что стало возможным возобновление работы предприятий торговли и услуг непродовольственных рынков, торговых центров, кинотеатров, гостиниц и турбизнеса, кафе и ресторанов при условии расстановки перегородок или расстановки столов на 1,5-2 метра, бассейнов и тренажерных залов, мест отдыха населения, образовательных учреждений и органов ЗАГС. Но по-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия. Сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На возобновивших работу предприятиях и организациях должны неукоснительно соблюдаться все меры, предписанные Роспотребнадзором для недопущения распространения коронавирусной инфекции, отметил Рашид Темрезов. С наступлением лета проблема водоснабжения наблюдается в ряде населенных пунктов Карачао-Черкесии. Село Чапаевское Прикубанского района в числе таких. От отсутствия воды страдают несколько густонаселенных улиц и хутор Октябрьский. В администрации села называют две причины возникновения проблемы – ветхие трубы и кража воды. Незаконная врезка. Как намерены решать данный вопрос, выясняла Мадина Каракетова. Евдокия Симурина – стражев в селе Чапаевском. Живет здесь с 1953 года. Всю жизнь работала, не покладая рук. Сначала главным бухгалтером спецотделения и сельхозтехники в местном колхозе, а с 1997 года и по сей день, вот уже 23 года, почтальоном в родном селе. Тетя Дуся, как ее ласково называют местной, желанный гость в каждом доме. Она приносит не только свежие газеты и пенсию, но и интересный собеседник. Люди здесь хорошие живут, рассказывает Евдокия Ивановна. Добрые, отзывчивые. Любит она и от насельчан, и родное село. В числе первых встречала карачаевцев из Средней Азии и помогала обустраиваться на новом месте. Так и живут с тех пор рука об руку русские карачаевцы. Любит Евдокия Ивановна вспоминать те времена, как жили. С тех пор Чапаевское разрослось. Продолжают появляться новые дома, целые улицы. Есть все для комфортной жизни. Только вот одна проблема – вода, которой летом практически не бывает в значительной части Чапаевского. Не мыться, не жрать, варить, ничего, не стирать. Ну это прям кошмар какой-то. Зимой проблемы нет, весной проблемы нет, осенью тоже. Ну как лето, воды нет. Особенно вот по нашей стороне, по моей стороне, это, как можно сказать, по левой стороне, да, если оттуда. Никогда не бывает. Эта проблема актуальна для северной части Чапаевского и хутора Октябрьский. Местные жители говорят, что это, помимо бытовых неудобств, становится причиной гибели урожая. Чапаевское по какому-то капризу природа село засушливое. Дождь есть также большая редкость. Такая жара. Всем хочется выпить холодную водичку, помыться. И вот сколько лет вот это продолжается. Ничего у нас не растет. Мы сажаем весной, а урожая нет. Высыхает, высыхает, конечно, высыхает. Это уже и мы сами высыхаем. Как нам жить? Вот дайте нам совет. Воду откуда брать? Сверху, снизу или откуда? Как жить надо? Вот посадил деревья, высохли. За пенсию покупал. Картошка вот уже высыхает. Помидоры, огурцы высохли уже. Воду брать ниоткуда. Дождей нету. Как жить можно? Вода в доме в этой части села начинает поступать примерно часа в 2-3 утра. И то на час или и того меньше. Если не проспали, успели набрать хорошо. Особенно тяжело семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми. Это проблема не сегодняшнего дня. Она существует уже много лет. В администрации Чапаевского говорят, что все дело в изношенных водопроводных сетях. В последний раз водопровод меняли в 70-е годы 20-го столетия. И он не был рассчитан на такое количество. Он всего почти в два раза выросло. Старые вот эти железные чугунные водопроводы, они пришли в негодность. Естественно, проводимость водопровода уже, ну воды в этих трубах слабая. Количество, объем, который доставляется в начале села, он не хватает в конце села. Где-то есть утечки, потому что трубы старые. Делаем подвоз, как можем помогаем, но это проблему не решает. В водопроводную систему поступает 5,5 атмосфер воды. Это 2,5 тысяч кубов. Из них до населения почему-то доходит не более четверти. Проблема даже не столько в старых трубах, как в недобросовестных селянах, которые позволяют себе несанкционированные врезки водопроводную систему. Устанавливают мощные насосы, толстенные трубы и круглые сутки поливают свои сады и огороды. В то время, как в другой части села люди не могут позволить себе даже выпить чашку чая. Меры принимаются на коза? Да, принимаются. Осенью, не осенью, а в сентябре. Делали рейт с главой от района. С водоканалом были выявлены нарушители, были оштрафованы они. Ну, тем не менее, если из 103 оштрафовать, конечно, там... Они повлияло на неделю, на две недели. И опять тоже всяма повторяется. В начале села, где воды достаточно, люди обычно поливают, но им... Если у кого-то по счётчику, мы им не можем запретить, но им просим, чтобы они поменьше поливали, чтобы хватало людям. Но не всегда взаимопонимание есть. Единственный выход, по словам Маджира Тибуева, это замена водопровода с выносом приборов учёта потребления воды на улицу. Для того, чтобы не было левых подключений водопровода, вот когда вот сейчас они прокладывают вот эту линию, и прямо возле колодца, прямо на улице вставят счётчики. А то у кого-то за дом заходит, у кого-то несколько врезок, и водоканал просто не может обнаружить вот эти левые врезки. Поэтому, если мы выявим счётчики на улицу, будет, я думаю, лишних поливов не будет. Даже никто не захочет лишний день не тратить, чтобы потом два помидора съесть. К замене труп уже приступили. Глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев, не понаслышке знакомый с проблемой жителей северной части Чапаевского и ухутора Октябрьский, нашёл возможность помочь людям. Водопроводную систему заменят на более качественную, но не всю, а в наиболее проблемных её частях. Трубы старые, металлические, срок годности их 20-25 лет. Естественно, что они давно изжили себя. Трубы заилены, очень во многих местах ржавчина, прорывы. Допустим, отдельные участки почему? У нас очень большой объём прокладки, это порядка 27 километров, и бюджет ни района, ни республики не рассчитывают на такие денежные средства. С помощью правительства нам выделили необходимые средства хотя бы на отдельные участки центральной линии. И мы надеемся, что данное решение поможет тому, что поднимется давление воды в трубах, и население будет обеспечено чистой питьевой водой для необходимых своих нужд. Мы сейчас сложим новые трубы, протект 160-й диаметр. Думаю, в конце месяца уже завершить работы. Трубы надёжные, качественные, хорошие. В день мы прокладываем 100 метров. По словам первого заместителя главы Прикубанского района Людмилы Стоякиной, село Чапайское готовится к участию в федеральной селевой программе «Чистая вода», которая будет реализована до 2026 года. Администрации сельского поселения проводится работа по заказу соответствующего проекта. Остается надеяться, что все принимаемые меры навсегда избавят жителей села от проблем с отсутствием водоснабжения. Водина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Инна Мостовая, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район. А вот во уле Беслиней к концу года жители будут обеспечены качественной водой, чистая питьевая вода, без перебоев, и это уже не мечта долгих лет ожиданий. В эти дни там идут работы по замене старого водопровода, который уже на 90% не выполнял свои функции. За их ходом проследила Фатима Даурова. Изношность водопровода в ауле Беслиней Хабецкого района – причина постоянных отключений воды. Приходится запасаться ею в те редкие моменты, когда она поступает. О напоре и речи быть не может, так как ветхий водопровод попросту не выдерживает давления и постоянно прорывается в разных местах. Зачастую жителям приходилось привозить живительную влагу из отдаленных родников, колодцев и из речки. Но в этом году картина с водоснабжением кардинально должна измениться, считает глава сельского поселения Гарри Тхагабсов. С постройкой вот этого водопровода у нас мы надеемся, что вода чистая в любом доме будет в неограниченном количестве. Программа ведется, то есть строительство ведется по программе комплексного развития сельских территорий. Выделено вот на этом этапе около 50 миллионов. Строительство ведется очень хорошо, качества мы никаких претензий не имеем. Все время наблюдаем, строим. Жители сами заинтересованы, вот столько лет ждали. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана Министерством сельского хозяйства России и действует с 2020 года. Она рассчитана на пять лет и охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села. Это развитие инфраструктуры и создание условий для того, чтобы сельский образ жизни стал привлекательнее. Данная программа включает в себя подпрограмму – это и моностоверение, и газоснабжение, это строительство социальных объектов, культурных объектов, и дороги, и освещение улиц. Все, что необходимо для полноценной жительской деятельности жителей населённых, и прохаживших. В настоящее время идёт прокладка труб по улицам Гутякулова, Гагарина, Охтова и Ленина. Общая протяжённость труб составит 19 километров. Предусмотрена замена напорного трубопровода. А осенью, когда вода в реке Большой Зинчук спадёт до необходимого уровня, будет построен водозабор и произведена реконструкция насосной станции. Мы ждали всю жизнь чистую воду в наших домах. Эти несколько месяцев пролетят быстро, делятся жители Беслинея. Мы очень долго ждали таких перемен. Мы сейчас довольны. И работой главы администрации сельского поселения довольны очень. И вообще мы довольны и района в последнее время. Очень довольны. Преобразование все ждут, хорошего все ждут. Но мы надеемся, что у нас аул преобразуется, и всё будет хорошо. Я часто заходил к главе администрации и спрашивал, что будет, что ожидается, что намечается. За последние несколько месяцев не захожу. Он говорит, почему не заходишь. Вопрос решается. То есть, мы довольны тем, что строится это всё водопровод. Чистая вода. В программу попали. В программу чистой воды, что мы попали. Мы очень рады. Очень долго мы мечтали. К этому в конце итоги подошли. Эта уличная водокачка сейчас выполняет функцию раритетного экспоната. И не по своей воле. Но к концу осенью она живёт в буквальном смысле. И вода с напором свободно польётся в ведра жителей. Хатима Даурова, Мухаммеда Шибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Хабецкий район. Сбор сельскохозяйственных культур нужно проводить с соблюдением всех мер безопасности. В рамках сезонной операции «Урожай» сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии проводят работу по предотвращению пожаров во время зерноуборочных кампаний. Наша съёмочная группа также приняла участие во внеплановой проверке и узнала, как соблюдается требование пожарной безопасности. С подробностями Алихан Лепшоков. Солнце в зените и на полях в разгаре уборочная кампания. Сотрудники МЧС проводят специальную операцию по предотвращению пожаров и следят за соблюдением обязательных требований безопасности во время уборки зерновых культур. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Карачаево-Черкесии Сергей Кравченко постил одно из сельскохозяйственных предприятий Прикубанского района. В ходе внеплановой проверки особое внимание специалисты ведомства уделили оборудованию пожаротушения и провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий. Данная операция у нас задействована 210 объектов. Это индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. На сегодняшний момент у нас уборка урожая по зерновым культурам составляет 30%. Данная работа по профилактическим мероприятиям будет продолжаться. На учет главным управлением взят один элеватор и 10 зернохранилищ. В данный момент выписаны распоряжения о проведении внеплановых проверок. Также в ходе операции урожая сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж по эксплуатации сельхозтехники, задействованной в уборке зерновых культур. Также уделили особое внимание искрогасителям уборочных агрегатов и автомобилей. Сами комбайнеры отмечают, что такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы не произошел пожар во время работы на полях. Магнетушители, лопата, каждый день продувка комбайна. 100% комбайна обдувка. Ну, то есть пыль, мыль, чтобы грязь нигде не оставалась. Техника как бы новая, электрооборудование, все предусмотрено, все в чехлах спрятано. Как бы все насчет этого. Соблюдается пожарная безопасность. Бдительность прежде всего является важнейшим правилом для большинства руководителей сельхозпредприятий. Поэтому они особо следят за соблюдением всех необходимых правил безопасности. А сотрудники МЧС подчеркивают важность проведения таких профилактических мероприятий для повышения уровня противопожарной защиты. Обращаем внимание на водовозы. На каждом поле в обязательном порядке должен стоять водовоз с водой для того, чтобы, если произойдет возгорание, незамедлительно его погасить, притушить и не допустить распространения пожара. После уборки зерновых культур у нас будут поспевать другие культуры. И данная работа практически будет продолжаться до конца сентября текущего года. В завершении операции урожая сотрудники МЧС отметили полную готовность к уборке урожая с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Весик, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район. Сотрудники полиции совместно с заинтересованными ведомствами продолжают работу по выявлению и ликвидации очагов дикого произрастания наркосодержащих растений. После обнаружения очага полицейские с главами администрации организовывают работы по уничтожению путем химического или физического воздействия, в том числе скашиванием и дальнейшим сжиганием. Мероприятие проводится на всей территории Карачаево-Черкесии. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений можно сообщать по телефону доверия МВД по республике. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Ортопедический салон Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Незабываемый отдых в Крыму. Феодосия, Судак, 6 дней. И все направления Краснодарского края. Геленджик, Дивноморск, Архипаосиповка, Джугба. Обращаться по телефону 8 928 03 04 366 8 963 283 05 15. С 22 по 24 июля в Саратове. Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права». Впервые в онлайн формате. Мастер-классы, семинары, встречи со звездами кино, обмен опытом и награждение лучших в профессии. Информация для участия и сроках проведения конкурса, анонсы мероприятий образовательной программы, условия для партнерства на сайте мирправо2020.ру Фестиваль «Человек и море» приходит во Владивосток. Морская стихия и отвага тех, кто ее покоряет. Захватывающие приключения и завораживающие виды нетронутых уголков планеты. Истории и судьбы людей моря. Субтитры создавал DimaTorzok Подробности на сайте gtrk.defizkostroma.ru Стать отцом легко, но вот быть отцом – это совсем другое дело. Современные мужчины, мы инфантильные, да, мы как бы безжим ответственности. Чтобы мужчина взял на себя ответственность семьи и отцовства, он действительно должен повзрослеть и не только посидеть, но и внутри. Что очень часто не соответствует. Для меня это ответственность – знак равно счастью, потому что я счастлив быть отцом своих детей. Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале yaroditel.ru Жители Карачаевска такой капитальной реконструкции общественной территории по улице Мира ждали очень долго, как минимум четверть века. Сейчас строительные работы на аллее, которые без всякого преувеличения, можно сказать, отстроили заново, вышли на завершающий этап. Ахмат Халкечев продолжит. С просьбой благоустройства данной территории главе республики Рашиды Тимрезову обратилась жительница Карачаевска во время выездного приема граждан. Хоть и протяженность самой аллеи чуть больше полукилометра, но общая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров. И значительная часть территории по проекту пойдет под озеленение. Аллею будут украшать шаровидные клёны, туи, самшиты и кустовые розы. А для удобства горожан установят около 50 лавочек и мусорных урон. Проект прошел государственную экспертизу, подписали контракт. В мае месяце его подписывали. Но из-за того, что у нас период эпидемии, COVID-19, работы были чуть приостановлены. И дальше уже форсируем, так сказать. Общая площадь самой аллеи 10 тысяч 480 квадратных метров. Зеленая зона, соответственно, около 7 тысяч квадратных метров. Площадь большая. Учтены там пандусы для мобильных групп населения. Все, что требуется программой, все старались и честь. И так строим. Проект новой аллеи реализуется в рамках нас проекта «Комфортная городская среда». На данный момент уже есть фонари ночного освещения, завезен тернозем и уложено более 3000 квадратных метров тротуарной плитки. Все спроектировано очень грамотно. И я думаю, все горожане будут довольны. Здесь кроме старого асфальта и сломанных бордюров ничего не было. Именно по периметру этих 600 метров не было ни одной скамейки. Полная реконструкция аллеи стала радостным событием и поистине долгожданным подарком для юных горожан, которым негде было разгоняться на своих самокатах и оттачивать навыки катания на роликовых коньках. Для самых маленьких горожан на этой аллее присмотрен еще и игровой комплекс. На площадке с каучуковым покрытием расположатся песочницы, качели и карусель. У меня самокат есть, я на самокате вон там. На роликах катаемся. Удобно на роликах кататься? Да, вот тут я только научилась недавно кататься на них. Ну, потому что на этой резине на ней легче кататься. Просто когда падаешь, там не так больно. А еще там будут качельки специальные, чтобы вперед и назад. Сейчас, по словам представителя подрядной организации Ачемиза Иркенова, данный объект готов на 90%. Ну, а завершить все работы планируют до конца первой половины июля. Ахмат Халкевичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Даусус, Нижняя Ермоловка и Хуса Кардоник. Для этих трех сел 46 лет Дом культуры был главной площадкой проведения всех важных мероприятий. Все три пункта являются одним сельским поселением, где на сегодняшний день проживают около 3000 человек. Для многих из них ДК был местом проведенной досуга. Но в последние годы храм культуры пришел в негодности. Уже этой весной начался капитальный ремонт здания. Из Зеленчукского района репортаж Шалы Динаевой. Только строительный шум нарушает привычную тишину размеренной жизни села Даусус. Этот дом культуры был построен в 1974 году. Несмотря на солидный возраст, здание крепкое, но обветшало кровля и требовался капитальный ремонт как внутри, так и снаружи. Сейчас строители проводят замену крыши, но есть одно препятствие. У нас дожди. Дожди нам сейчас мешают быстро заняться кровлей, быстро выполнить. Пока дождя нет, занимаемся, быстро снимаем, вешаем пленку, делаем обрешетку и перекрываем прост настилом. Но дожди каждый день, каждый день как в тропиках. Но несмотря на это, строители уже заменили окна, провели новое отопление, водопровод, отштукатурили стены, убрали старые деревянные полы и сделали стяжку для новых. В разных местах по-разному. В гимнастическом зале будет ламинат. В коридорах, в фойе будет кинемическая плитка. В кабинетах также будет ламинат. В санузлах стены и полы будут из керамогранита и керамической плитки. А стены Дома культуры покрыли вот такой декоративной фактурной штукатуркой караедом. Осталось их только покрасить. Какого цвета будут помещения, строители согласовали с руководством ДК. А эти цвета передумали использовать и остановились на других оттенках, рассказывает прораб этого объекта. Ну, раскройте секрет, какой цвет они выбрали, если даже нет. Будет бежево-золотистым оттенком, окна будут белым покрашены, в смысле откосы окон. И еще планируется библиотека с зеленоватым оттенком. Проведена и наружная штукатурка всего здания, но по просьбе жителей решили оставить изображение Владимира Ленина, который был выложен на стене ДК очень красивой мозаикой. Это пока черновой вариант. Изображение планируют отреставрировать, красиво оформить, чтобы сочеталось с новым стилем здания. Здание вредное было, ветхое было. Но на сегодняшний день, по указанию главы республики, вот вы сами видели, ремонт идет. Все мы довольны, строители мы довольны, подрядчики мы довольны. Новым будет и парк. Здесь благоустроят территорию, установят дополнительно скамейки и разобьют клумбы с цветами. И место досуга станет красивым и уютным для любителей здесь отдохнуть. Виталия Русакова каждое лето приезжает погостить из Петербурга вместе с сестрой Алиной Рожковой. Парк – единственное место, где можно как-то прийти и отдохнуть. Особенно сейчас, мне кажется, будет уже скоро очень красиво. Приятно, когда вот так все меняется к лучшему. Раньше на это здание было, так сказать, страшно было смотреть, а сейчас более приятно. Чтобы знали и чтили историю и героев, в парке Далсуза есть знаковое место, где установлен памятник жертвам депортации карачаевского народа партизанам, воинам, погибшим при исполнении и, конечно, тем, кто погиб, чтобы жили мы. Жители нашего села, которые погибли на фронте. Правда, здесь не все. Мы дали заявку на военкомат, они нам предоставили полный список. И в дальнейшем мы хотим реконструировать памятник и написать все их фамилии. Все три села, у нас три села, Ермоловка, Хусар и Далсуз. А сколько жителей вашего населенного пункта участвовали в Великой Отечественной войне? Ну, я вам точно не смогу исполнить, а по списку, который нам предоставили военкомат, там 125 человек. И все фамилии будут здесь, да? Да, да, все фамилии будут здесь, да. А когда планируете реконструкцию вот этого села? Мы планируем реконструкцию, это в августе. Это в августе, август-сентябрь. Тут дерево, да, вы рассказывали, что-то с деревом случилось? Да, здесь стояло дерево, был сильный ветер, и оно упало прямо на память. Даже здесь трещины видно. Оно упало прямо на память, мы его сейчас будем реконструировать. Когда это случилось? Это случилось недавно, месяца 2-3 помножества. До 20 августа в Черкесске планируют завершить благоустройство 22 придомовых территорий. О том, как реализуется нацпроект «Жилье» и «Городская среда» в республиканской столице узнавал Али Баташ. Пятилетняя Ксюша играет с котом-барсиком на новой детской площадке придомовой территории на улице Некрасова 5 и Лермонтова 159А. Здесь можно заниматься спортом, порезвиться с друзьями или просто покататься на качелях. Рядом есть удобные скамейки с клумбами. Нравится. Почему? Потому что здесь очень много детей. Я нахожусь, с кем дружить жить. Раньше такого не было? Нет. Площадка кардинально изменилась, полностью вся планировка поменялась. С учетом, что с 96-го года здесь ничего не менялось, я видела предыдущую площадку, я на ней выросла. Это прям чудесная площадка для детей. Дети радостные, можно видеть. По сравнению с тем, что было, конечно. Качественное искусственное покрытие на детской, игровой и спортивных площадках. Наличие лавочек и освещения в вечернее время, удобные проезды к дому, тротуары и парковочные места для автомашин. Примерно так будут выглядеть придворовые территории после благоустройства по проекту формирования современной городской среды, говорят в мэрии Черкесска. На данном дворе все работы выполнены 100%. В ходе работ были выполнены работы по устройству освещения, проезда, парковок, тротуаров. Устроена детская игровая площадка с монтажом качелей и элементов. За счет жителей после окончания работ было проведено благоустройство дворовой территории. То есть посажены деревья, цветы, озеленение данной территории. Работы по благоустройству придворовых территорий начались в республиканской столице с 20 апреля. На сегодняшний день они полностью завершены по двум адресам. Лермонтово 159, Ани Красова 5 и Советское 178. Формирование комфортной городской среды включает в себя благоустройство придомовых территорий. Эта программа полностью идет из средств федерального бюджета. То есть денежные средства жителей многоквартирных домов вообще не привлекаются. То есть делается за счет государства. Основные мероприятия, проводимые по этой программе, включающиеся в благоустройство, это установка освещений, лавочек, урны, проезды, тротуары, парковки. Остальное все, что захотят жители многоквартирных домов, делается по согласованию с администрацией с привлечением их денежных средств. До 20 августа этого года в республиканской столице планируют завершить благоустройство 22 придворовых территорий. На сегодня подрядчиками уже выполнено порядка 80% работ, говорят представители мэрии Черкеска. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Когда температура за окном 30 градусов, спасением от зноя становится прохлада. В Черкесске заработали фонтаны. Изменился облик республиканской столицы и настроение многих ее жителей. Смотрите подробности. Строи воды разлетались в воздухе, даря прохладу и привлекая к себе детвору. Первым в республиканской столице был открыт фонтан на площади перед мэрией. Этот единственный в республике светомузыкальный фонтан, открытый в 2009 году, во многом определяет архитектурный облик столицы. Все фонтаны Черкеска прошли диагностику в апреле, были готовы к эксплуатации еще в мае. Но не были запущены из-за пандемии. Наша компания обслуживает три фонтана в городе. Это фонтан перед мэрией, в центральном парке фонтан и фонтан на переулке Ардесском. Все фонтаны готовы, в полной работе. Сегодня будем запускать все. Для того, чтобы вода не застаивалась, необходимо при данных температурах добавлять химикаты. Они могут принести небольшой вред здоровью. Но, тем не менее, хотелось бы предупредить всех, что купание фонтани нежелательное. В отличие от детей, которые стремятся в воду, несмотря ни на какие запреты, житель Черкеска Валерий Бирюков любуется фонтаном на расстоянии. Я шел по дороге, увидел на расстоянии. Я радостно было, что его открыли, что чуть-чуть увлажнения будет в этом районе. И это естественный процесс, когда что-то приятное, по-моему, и многим другим должно быть так же. Водичка есть водичка, без воды, и ни туда, и ни сюда. Каскады водяных струй в фонтанах Черкеска будут радовать жителей и гостей республиканской столицы до окончания летнего сезона. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будь с нами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин